Всем привет! Сегодня хотела бы вам показать свои покупки. Покупки были за огромный период времени. Это были покупки и в Турции, и летом. Также это были подарки, полезные вещи. Полезные вещи для здоровья, для учебы, для себя, для внешности. В общем, много всего. Это, знаете, как солянка. Я решила все сюда воткнуть, потому что... На самом деле, я сегодня поленилась ехать в спортзал, потому что у меня очень сильно болит после вчерашней тренировки спина. Хотя тренировала я другую часть тела, которая находится чуть-чуть пониже. Вот, поэтому я тренировку перенесла на завтра, а сегодня решила снять для вас видео. Поэтому давайте я вам покажу сегодня вещи, которые я покупала для учебы. Так как я учусь на таком отделении, где я должна быть профессиональным художником, хотя это совершенно не художественное отделение, мне нужно иметь профессиональную канцелярию, а то есть собака. А то есть, например, белила. Белые, гуашевые. Вот такая вот вещь интересная есть у нас. Купили, еще не пользовались. Будем пользоваться после того, как закончим колористику, цветоведение и все эти дела. Также купили карандаши Кахинор. Зараза, карандаши? Я никогда не думала, что карандаши могут быть такими дорогими. Но мне, кстати, очень понравилось ими рисовать, особенными... Особенными. Особенно карандашом 4Б. Кто знает, тот как бы поймет. Также купили стиражки Кахинор. И те, кто рисует, знают акварельные краски, наверное, Ленинград, Белую ночь и Летний сад. Я знала, что они дорогие, но чтобы они стоили 1300 рублей за 24 цвета, этого я не знала. Как бы... Вот коробочка от них. Вот так вот она выглядит. И вот куветик с этими красками. Собака, ты идешь лежать. Собака на меня сейчас посмотрела, типа ты вообще меня совсем, что ли, сбредила? Куда ты меня поставила? А я поставила собаку на рюкзак. Вот, вот так вот открывается. Здесь у нас палитра. Достаем палитру, да, которую я всегда достаю с кусками красок. Как бы это норма. Да. Еще норма выдергивает. Ну, в общем, да, вот так вот выглядит. Я все время доставала с синими, теперь синих стало мало. Вот так вот выглядит вся эта прелесть. Вообще цветов темных очень много, светлых очень мало. Я не люблю такие расстановки цветов. Я люблю яркие цвета. И да, в общем, деньги были потрачены и на это, и также на карандаши. Опять же, Кахиноровский. Потом мы акварельные карандаши покупали. Также бумаги сейчас много купили. В общем, много всего связано вот с этой вот дребеденью. Теперь давайте покажу покупки из Турции. И расскажу немножко о них. Это были духи, сумка и чай. Чай, да? Угу. Вот. Первая покупка это вот такая вот сумка Michael Kors. Наверное, подделка. Я точно не знаю. Просто в плане... Почему я не знаю? Потому что она стоила 20 евро, а в Дьюти Фри точно такая же сумка стоила 230 евро. И я, значит, пошла с этой сумкой полностью набитой. Я была с ней в аэропорту в Анталии. Хожу с ней. Зашла в магазин как раз-таки Michael Kors. Захожу и стала просто сравнивать. И, серьезно, я не нашла никаких отличий. То есть, здесь нету никаких кусочков клея. Здесь нет ниточек. Вот молния просто прекрасно открывается и закрывается. То есть, это я уже ее смяла. Вот. То есть, можете посмотреть. Мне неудобно держать, на самом деле. Ну, в общем-то, вот вы представляете, да? То есть, туда-сюда отлично ездит. Не мятая. Нет никаких пупыршек, ниточек вообще. Вот ни здесь, ни шовчиков, ничего. Здесь идеально. Я сравнила просто каждый уголочек. Думала, что, ну, может быть, вот с этой штучкой что-то будет не так. Вот с их лейблом. Нет. Вот все как надо. И поэтому я вообще не знаю. Я думаю, что, ну, я вообще экономная по себе и жадный человек. И мне даже недавно девушка написала одно под видео, что ты, конечно, прекрасно снимаешь, но мне кажется, ты очень жадный человек. И это правда так. Я жалею не только для окружающих, я жалею для себя. Если я могу найти выгоду, как, например, вот эти майки по 99 рублей, я буду ее искать. Но вот в плане косметики я вроде и жадная, но я все равно трачу на косметику деньги, и это плохо. Поэтому, да, я жадоба. Можете мне об этом писать, я об этом знаю. Да, также купила, опять же, от своей же жадности. Духи от Givenchy. Un air disapete. Это французский, ой, господи. Девять лет учила французский, не могу фразу прочитать, как бы это стандартно. Un air disapete. В общем, вот так вот выглядит флакончик. Такой миниатюрный. Вот здесь вот открывается вот так вот крышечка. На самом деле, мне кажется, он открывается немножко неправильно, потому что здесь уже видно, как что загибалось. Но флакончик аккуратный аромат. Цитрусово-цветочный. Мне очень нравится. Вот еще поближе вам сделала, чтобы вы прям вообще четко видели. Интересно, сделан флакон. Я не видела этих духов в продаже, просто потому что не смотрела. Но я думаю, что если бы увидела, я попробовала, мне кажется, что аромат был бы точно таким же. Просто потому что у нас многие покупали эти реплики за 5 долларов. И в итоге оказывалось то же самое. Серьезно, запах держится столько же. Запах точно такой же. Спиртом не отдает. И покупали взрослые люди, которые в этом больше понимают, больше чувствуют как-то, чем я. Я-то могу как бы спиртовыми пользоваться. Мне это неприхотливо. Хотя сейчас я тоже больше перешла на Lancome, Dior, Givenchy, Stee Lauder и все эти остальные. То есть духи у меня сейчас дорогие. И пользуюсь вот единственной, которая эти дешевые. Это вот эти вот Givenchy, так сказать. Хотя же, как мы знаем? Мы же не знаем, что на самом деле продают у нас в магазинах. Может, у нас в магазинах точно такую же фигню из Турции продают. Кто узнает об этом? Точно не я. Если только я не буду поставщиком каким-нибудь работать. Уъеду в Турцию, буду поставлять духи вам в Россию. Все может быть, кто знает. Следующие покупки это были витаминки. Я отошла уже от доктора Мерца, точнее от Рожей Мерца только из-за того, что они стали стоить 800 рублей. Моя же Адоба, она и здесь присутствует, как вы видите. Да, в общем, у меня чешется нос. В общем, не стала их покупать. Реально я зажанничала эти деньги. Решила купить витамины другие. Теперь это комплевит сияния. 11 витаминов, 8 минералов. Ой, экстракт зеленого чая, короче. Вот, купила... Купила почему их? У меня сейчас опять начинается период сильного выпадения волос. То есть не просто сильно, а реально очень сильного выпадения волос. И я не знаю, что делать, потому что и маски, и подстригаю, и ухаживаю. Ну, как ухаживаю? Мою просто их расчесываю. Как бы нет такого супер, чтобы я там что-то носила. Потому что у меня выпадают волосы постоянно. Но просто вот сейчас они выпадают очень сильно. У меня вот такие комки каждый день. Все говорят, у тебя просто они длинные. И поэтому ты там типа так сильно замечаешь. Но нет, у меня серьезно, я вот так если потянуть, то я вытаскиваю прядку. Поэтому купила витамины, посмотрю, что будет. И также купила свою любимую вещь. Это вот эти вот омега-3, рыбий жир, дупилгерц-актив. Купила сразу 80 капсул, пью каждый день во время еды. И в общем-то все нормально. И также купила в аптеке еще баниоцин, антибактериальное средство. Купила для своего шрамика, как бы... А где он? А, вот он. Да, это он. Он немножко уже начал проходить, хотя прошел с прошлого видео дня три, наверное. Но вот сейчас он уже начинает немножко блелеть. То есть, я не знаю, я думаю, что он останется как, может быть, маленький шрамик. То есть, не будет загорать. Ну, посмотрим. У меня еще как бы загарный сезон скоро наступит. Поэтому все будет нормально. Узнаем. Я обязательно по тем видео напишу все, что будет. Наверное, напишу в комментарии. И его как-нибудь попробую выделить, чтобы он был первым. Вот. А, да, я сейчас держу уже подарок, который мне подарили. Но я забыла сказать. Также я купила в Турции несколько чаев. Чай купила зимний. Он мне очень нравится, как разводной там корицы и много всяких других трав. Вам покажу его. Но я просто не помню, покупку мама как всегда выкинула. И также купила разводные чаи. Они, конечно, не полезны, но я их заменяю вместо сладкого. Потому что сейчас я сладкое вообще не ем. Я не ем ни конфеты, ни печенье, ни вафли, ни мороженое, ни йогурты, ни сырки, которые как бы ел. Ну, думала, что ладно, сырки-то чего, бог с ними. То есть вообще сладкого у меня не присутствует. Я сейчас перестала есть мед. Перестала его вообще ложить в любую пищу. Стало меньше углеводов есть. У меня сейчас больше белков и жиров. Вот. И поэтому вот именно этим чаем я заменяю сахар. Я думаю, он там состоит, но просто я не понимаю. Там написано только instant drink. Остальное я не стала переводить. Это разводной порошок цветной, который вы разводите. Получается этот турецкий чай, которым вас поют чаще всего в хамаме. То есть вам тюльпаны, вот такие иногда, может быть, если кто ходил, кружечки, цветные порошки добавляют, и у вас цветной вкусный чай. У меня вкус киви, вишни и гранаты. Я хотела взять бананы, еще что-то. Но просто у меня две упаковки было по 2 килограмма, одна 200 грамм. И как-то везти так много не хотелось. Вот. И, кстати, купили мы рахат лукум, и я решила со своей диеты как-то сойти. Слушайте, этот рахат лукум мне серьезно напомнил, что лучше бы я с нее не сходила. Потому что беру я, значит, этот рахат лукум, и что вы думаете? Откусываю кусочек, и оттуда вылезает червячочек. Серьезно. Там были сырые орехи, и из ореха вырос, вырос. Да, вырос. Червяк. Вы представляете, как я обалдела? И поэтому мы все 8 упаковок выкинули. Мама хотела на работу 7 отвезти, одну дома оставить. То есть каждому человеку она бы на работе там дала. Но в итоге никому она ничего не дала. Фу, как-то прозвучало некрасиво. В общем, да, рахат лукум мне удался, я не съела ничего в итоге. Потому что вылез червяк. Но зато напоминание, что не надо было слеткое кушать слеткого. Да, хорошее напоминание. И последний подарок, который очень мне был приятен. Я, как многие знают, кто со мной общается где-то в социальных сетях, хотя сейчас там редко сижу. Была очень опечалена уездом с отдыха. В плане того, что я скучаю и по сей день. То есть я хочу вернуться уже к тем людям, с которыми я там отдыхала. С аниматорами и с другими, с которыми мы там познакомились. Очень мне понравился этот отдых. И у меня было очень ужасное настроение. И тут я смотрю красавишь на инстаграме. Был конкурс. Конкурс на помаду от Maybelline Baby Lips. То есть в бальзамчике. Надо было прочитать по губам слово. Слово это было поцелуй. И отправить фотографию в директ. Я, знаете, с горя такая думаю, ну плевать, уже не выиграла. Потому что было много комментариев. Я думала, что в директе уже много сообщений. Я отправила фотографию из Турции. И написала поцелуй. Там у меня были горы Тахталы. И там еще другие какие-то. Ой, Тахталы. Господи, горы просто были. Тахталы это одна гора. Моя головка, как бы она не развита под некоторые вещи. Поэтому у меня Тахталы это все горы. Вот. Короче, отправила эту фотографию в вид из отеля. И, боже, мне там через несколько, наверное, минут пишут. Поздравляю. Я думаю, с чем поздравляешь-то? Я слово угадала. Потом присылают сообщение, где говорят, там сообщите данные. Ла-ла-ла. У меня радостей было просто несменное количество. Вот так вот выглядит эта коробочка. Вы ее открываете. Сейчас вы, наверное, увидите не то, что на самом деле надо. То есть здесь находятся вот такие вот бумажки. Вот такая вот бумажка с описаниями продуктов находится. Ну, господи, да, это не очень интересно. Наверное, вам, не доверяя ли вам интересно судебное мнение. И что самое интересное, я думала, что мне ее пришлют домой. Поэтому я как бы написала все. Думаю, блин, и каждый день заглядывала в ящик. А в итоге знаете, где я ее получила? Возле Эрмитажа. У меня здесь лежат билетики и все остальное. С Эрмитажа осталось с выставок. Получила прямо возле Эрмитажа. Мне курьер подвез. Я вообще не думала, что как бы такие конкурсы привозят курьеры. Знаете, потому что я в каких конкурсах не выигрывала. Но посылка пришла прямо от компании Мореаль. Вот. От ООО или АОО. Не знаю, в общем, от Мореаль. И вот так вот выглядит коробочка. Я из кадров немножко отдалюсь. Вот здесь вот таких вот шесть прекрасных бальзамчиков. Больше всего я пользуюсь интенсивным уходом. Не в плане того, что он прям интенсивный уход или еще что-то. Мне очень нравится его запах. Также нравится запах маракуйи и то, что он цветной. Давайте я немножко о каждом блеске поговорю. Покажу вам его. Чтобы вы просто представляли и покупали уже, ну, может быть, там еще кого-то послушаете. Какие-то проверенные более цветки средства. Пользуюсь я каждым блеском. Кстати, сейчас у меня на губах блеск. Ну, может быть, видно какой-то оттенок. Это как раз-таки маракуйя розовый оттенок. И давайте начнем тогда с него. Выглядит этот блеск вот таким вот образом. То есть они все плоские, имеют цвет и очень приятный аромат. Блеска этого серьезно там очень много, хотя я очень часто им пользуюсь. Очень мне нравится. И он не жирный, не липкий, не попадает ни в какие складочки. То есть он как смотрится на губах, так он и есть. Он держится долго, как и все остальные бальзамчики. Если говорить о, например, бальзаме вот таком, охлаждении свежести, он серьезно охлаждает. То есть то, что заявлено, то и делается. У него меньше смягчения, но зато он охлаждает. По поводу SPF я не знаю. На самом деле я даже никогда не знала, что у него блеска, который есть SPF. Что же по поводу вот этого блеска, увлажнения и уход? Интенсивный уход точнее. Им я пользуюсь, можно даже по этим пулькообразным вещам видеть больше всего. Он мне очень нравится, потому что он держит на губах вот это увлажнение всю ночь и весь день. То есть я, например, мажусь им и он держит этот уход. Он просто прекрасен. Что по поводу других блесков? Например, вишни мне очень не понравился запах. Он для меня химозный, хотя больше всего его, кстати, бы схваляют. Но цвет мне понравился, как он держится на губах. Персик мне не понравился по цвету, потому что я думала, что он все-таки будет какой-то цвет интересный давать. В итоге оказалось вот что-то вот такое. То есть на губах это смотрится еще менее приятно. Но запах у него получше, чем у персика. Фу, чем у вишни. Что ж, по поводу бережного ухода. Запах у него мне не понравился тоже. Я, может быть, просто такая прихотливая. И в то же время он ничего не сделал. Я никакого ухода особого не заметила. Мне очень нравится оформление каждого из этих блесков, кроме, наверное, персика. Вот серьезно, потому что вот он как-то из всей этой линейки выделяется. Вот посмотрите на эти яркие, вот этот темный цвет. Вот, поэтому вот такой вот у меня был набор. Я, конечно, неплохо рассказала вам о этих блесках. Я просто сказала, что мне понравился очень интуитивный уход. И также мне понравилась маракуя. Вот, вот такое вот видео получилось. Очень длинное, но я попытаюсь его укоротить. Да, в общем-то это все мои покупки, подарки, нужные вещи. Пишите, что хотели бы увидеть. У меня есть идеи для видео. Но для этого мне нужен человек, который будет снимать. И человек, который сможет починить нормально мой штатив. Вот, так что да. Пишите, что хотели бы от меня увидеть. Какую информацию услышать. Потому что я много всего в своей жизни уже перепробовала. Что вообще, блин, странно. Потому что я, наверное, помешанная такая девушка. Да. Так что будет интересно узнать, чего бы вы хотели. Ну, ладно. Что? В общем, всем пока. Спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, видео все-таки более-менее получилось интересно. Потому что, ну, я понимаю, что у меня уже давно не было такого опыта съемки. Скажем, все-таки это уходит. Это приходящее и уходящее. То есть нельзя привыкнуть к этому. Если ты не снимаешь некоторое количество времени, то уже все как-то хуже и хуже получается. Но, надеюсь, вам это нравится. Вот это вот все, что я делаю. Я это, надеюсь, делаю не зря. Спасибо огромное, что смотрели предыдущее видео. Мне очень приятно. Потому что у меня первый раз за один день получилось почти 500 просмотров. Наверное, все-таки тема такая была для некоторых интересная. Я не знаю, спасибо вам большое. Всего вам хорошего. На день, на неделю. Не знаю, сколько меня там не будет. Потому что я могу вообще опять на месяц исчезнуть. Надеюсь, такого не будет. Вот, да. Пишите все-все-все внизу. Пробовали ли какие-то продукты? Что помогает от выпадения волос? Кроме масок вот этих всех репейных, горчичных, луковых и всего остального. Я это все пробовала. Также пишите. Мне очень будет интересно, какой блеск из тех, которые находятся в линейке Baby Lips, вам понравились больше. Что вы думаете по поводу фейковой сумки Michael Kors? По поводу фейковых духов? Какое ваше мнение? Брать, не брать? И также пишите, кто у нас великий художник. Да. И пишите по поводу чая, кто пробовал. Потому что я его и в том году привозила. Те, кто видели мои покупки с Турции в Duty Free, знают об этом. Или не знаю. Знают, знают. Я в Duty Free тогда покупала этот чай. И у меня, кстати... Вот что я тут располталась? У меня теперь вот в этих коробках от чая лежат вот такие вот лаки. Там мои новенькие лачки. Вот. У меня в том году вот такой был. Какими-то гранулами. А в этом году барашковый. Все. Я все рассказала. 24 минуты. Все. Пока. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok